Тельцы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И наша с вами традиционная рубрика Таро Прогноз на неделю. Мы посмотрим период с 3 по 9 апреля 2023 года. Помогут мне в этом Таро Волшебников, а также Викториан Скильнерман от Таро Кастудио. Что ж, мы с вами приступаем. Настраивайтесь на совместное чтение карт. Позитив, негатив и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Четверка мечей, туз, чаш и паж мечей. Интересно у вас здесь ложится триада. Почему? Потому что с одной стороны здесь ситуация покоя, отдыха, восстановления, но за счет углубления в какие-то начинания. То есть любимое дело, любимое хобби, может быть работа, отношения. Причем по пажом мече это желание копать глубже, найти информацию, добыть, изучить, насытиться, насладиться этим нюансом. Еще у кого-то в принципе может идти приостановка действий. Допустим отпуск. И как следствие заниматься любимым делом, углубляться в то, что вы считаете нужным. Дотягиваю аркан, здесь падает карта жрица, то есть получение тайных знаний, знаний как таковых. У кого-то может быть тайная влюбленность, которую вы будете пытаться сохранить в тайне. Ну и конечно же для девушек, которые очень сильно стремились, ждали, здесь может быть вопрос беременности, которую конечно же вы будете хранить в тайне, пока никому не рассказывать. Причем по этим картам эта беременность может быть не запланирована. Если смотреть триану с точки зрения личной жизни, и вы на текущем этапе у нас свободны, то здесь по аркану справедливость, я не вижу знакомства, здесь больше знаете как углубление в совершенно другие вопросы и другие детали сферы жизни. Поэтому как-то, ну личная жизнь, даже если будет проходить знакомство, вы очень так скрупулезно будете оценивать вашего партнера или партнершу, прям вот так совсем, знаете, четко по всем-всем-всем вашим пунктам не давать ни малейшего спуска. В принципе, если даже есть там несоответствие по какому-то одному вашему требованию, все, кандидат вам не подходит. Потому что у вас здесь такая позиция, не хочу разменяться на меньшее, не хочу попусту тратить свое время, напрягаться, если человек уже в чем-то на начальном этапе раздражает, не подходит или не соответствует вашим запросам. Если вы в любовных треугольниках, король жезлов, страсть, напор, ревность, накал страстей, можете не то чтобы от этого устать, присытиться. Поэтому здесь может быть или сфабрикованная вами пауза в отношениях, или знаете как, уйти по-английски не прощаясь, с целью посмотреть, как будет проявляться ваш партнер или партнерша, то есть иными словами, пробить человека на эмоции. Если вы в стабильных союзах, то по шестерке жезлов. Это совместная победа, совместный успех, совместные достижения. Кстати, по этим арканам это может быть поездка, пусть недлительного характера, если глядя вот на карту, да, она может быть там поездка выходного дня. Но тем не менее, который несет вам радость, несет вам воодушевление, то есть совместить приятное с полезным. И отдохнуть, и насытиться, и напитаться там новой культурой, и вместе провести время, но это больше как вопрос отпуска, ну и планирование отпуска. Если арканы рассматриваем с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы по ряду причин не работаете, то по королю Пентакли все равно есть ресурсы, есть какие-то сбережения, на которые вы можете опереться. И по сути, скажем так, вам это греет душу. Можете быть, так сказать, сосредоточены в поисках нового источника дохода, но это пока только, знаете, как искать, прощупывать почву. Но вы здесь его еще не получаете. Если вы у нас соискатель, аркан башни говорит об отсутствии работы. Здесь опять же только отдыхать, наполняться, напитываться силами. И только после этого периода вы будете вновь, скажем так, бросаться в бой и искать ту работу, о которой вы мечтали. Если вы наемный сотрудник. Аркан влюбленный говорит о ситуации, что вы можете взять паузу на размышления, потому что по влюбленным это может быть предложение как карьерного роста, так и, допустим, переход на другое предприятие, другую фирму, может быть, даже в частную какую-то компанию. Но и, помимо всего прочего, здесь кто-то к вам будет активно эмоционально проявляться, поэтому здесь совместить приятное с полезным. Вы, как говорю, это приостановите, будете к человеку активно присматриваться либо присматриваться к тому предложению, которое вам идет, потому что боитесь, повторюсь, какой-то осечки, боитесь попусту потратить свои силы, время и ресурсы и оказаться недовольными результатом. Если же у вас его собственный бизнес, подбойки мечей, это не то, чтобы закрыть глаза на происходящее, это желание посмотреть на все внутренним взглядом, то есть, возможно, со стороны, то есть глазами вашего заказчика, либо вашей целевой аудитории, или вашей клиентской базы, посмотреть, что же приносит радость, воодушевление, либо желание пользоваться вашими услугами, или покупать ваш товар. То есть, и вместе с этим внедрить нечто новое, как бы, знаете, произвести некий такой переворот вашей деятельности, потому что вы досконально будете изучать конъюнктуру рынка в той сфере, в которой вы находитесь. По состоянию здоровья. Может быть, знаете, как у кого-то перепады давления по причине метеозависимости, но в целом состояние здоровья здесь прекрасное. Кто-то может проходить плановый чекап лист, чтобы посмотреть, как, какова динамика вашего организма, каково состояние здоровья. Если рассматривать негатив, семерка жезлов, четверка жезлов и отшельник. Итак, у некоторых здесь на повестке дня может беспокоить вопрос недвижимости. А именно, ну, если вы ищете аренду, причем неважно, там это жилая, либо коммерческая недвижимость, то есть вопросы аренды, субаренды, покупки, продажи. То есть искать для себя наиболее лучшие варианты. Искать те варианты, где вы будете ощущать себя комфортно, будете ощущать себя защищенным. У кого-то, в принципе, борьба за имущество, за наследство. То есть будете активно этим заниматься. И на повестке дня у некоторых, не у всех, но тем не менее может стоять вопрос, когда вы для пожилых родственников, которые уже не в состоянии сами себя обслуживать, можете подыскивать либо сиделку на дом, либо для кого-то дом престарелых. То есть это не рекомендация с моей стороны. Просто я вам говорю, что вот это так трактуется по этой связке карт. Поэтому не воспринимайте эту информацию в штуки. Совет. Ну, по шестерке чаш. Во-первых, здесь, знаете как, поностильгировать, окунуться в прошлое. Пообщаться с теми людьми, которых вы, возможно, давно не видели. Будь то одноклассники, друзья, знакомые, ваши бывшие, с кем вы поддерживаете там дружеские связи. Или поехать в те места, где вы раньше жили, учились, или просто вам понравился отпуск. То есть окунуться в эти приятные эмоции. Больше уделять времени старшему поколению, вашим детям, внукам. Потому что шестерка чаш, это еще, знаете, как связь поколения, отцы и дети. То есть здесь передавать эмоции, передавать какие-то приятные ощущения, сплочаться воедино. То есть вот к чему вас призывает этот таркан. Посмотрим с вами еще неожиданность периода. Что здесь по факту? Всадник. Клевер. И женщина. И здесь у нас еще ключ. Ну, во-первых, для вас это позитивные новости. Вот какой-либо дамы. Будь то подруга, мама, бабушка, родственница, не имеет значения. Опять же, ее визит, который может решить ряд ваших проблем. То есть человек может подсказать, направить, дать какие-то отдельные рекомендации. Или, в принципе, посоветствовать самостоятельно в решении каких-либо вопросов. Опять же, это поездка по вашей инициативе. Если смотрит меня женщина, девушка, потому что поездка, которая несет вам благоприятные перемены, новые взгляд на вещи, знаете, как появятся какие-то новые идеи, решение сложных вопросов легким путем. Потому что по ключу, это, знаете, решение, которое придет само в руки. Вы даже, знаете, как-то вы не ожидали. Это, знаете, как по принципу, что-то где-то случайно увидели, подсмотрели, услышали, и вас как осенило. Вот, вот таким вот образом можно поступить. То есть информация, которая идет сама. Опять же, если вы намеревались обучаться, получать какие-то знания или передавать какие-то знания, то это крайне успешный период, потому что сама по себе ситуация вам будет во благо. Ну и для мужчин это знакомство с девушкой на расстоянии или в поездке. Причем знакомство знаковое, ключевое, которое принесет очень много благоприятных эмоций и перемен. Что ж, закроем для вас этот расклад благостными для вас картами. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыгрался этот расклад и информация. Ну, а я с вами не прощаюсь. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. И увидимся, услышимся в следующих видео. Всем пока!